Только чтобы понять, что происходит. Но по итогу курс был потрясающий. Самый-самый жуткий предмет. Да вообще лучшее образование не нужно, да это никому ничего не дает. Не знаю, кого сделать счастливым издание этой информации. И вот этот формат, это просто космос. А впечатление ты сейчас посмотришь. Привет-привет! Это Лена, студентка первого курса магистратуры Высшей школы менеджмента СФБГУ. Мы с тобой уже успели познакомиться во время первого видео, где я рассказывала свое подпоступление в Высшей школу менеджмента СФБГУ. Сейчас в разгаре февраль. Прекрасная погода, солнце, мороз, нас занесло снегом. Уже начался учебный семестр для многих ребят, но не для меня. Нет, даже не надейся, я успешно сдала сессию, закрыла ее. Вполне довольна своими результатами. Была номинирована на поездку по обмену и еду в этом семестре по обмену в Кёльн, Германию. Поэтому я очень довольна этой возможностью. Сейчас вся погружена в сбор документов, в свою физическую и в том числе моральную подготовку, потому что для меня это будет первый опыт поездки на такой долгий срок, одной за границу, и это достаточно, ну, интересно и волнительно одновременно. Пока все это происходило, и мне очень захотелось посмотреть в ретроспективе и снять видео о том, что же мне дал первый семестр учебы в ШМ и как я пережила первую сессию в ШМ. Я помню, что в бакалавриате таким вопросом, в принципе, не задавалось. Не буду думать об этом сегодня. Подумаю об этом завтра. То есть мне было важно просто пережить, перетерпеть и идти дальше. Но когда ты уже выбираешь магистратуру, ты осознанно задумываешься. Я ни в коем случае не говорю, что при бакалавриате надо так делать, но на моем опыте было так, что бакалаврят выбирался нативно, просто в ту отрасль, которая мне интересна. А магистратуру я уже понимала, чего я хочу, зачем я этого хочу и как я хочу двигаться дальше в профессиональной своей карьере. Это видео я хочу посвятить и себе, чтобы посмотреть, как же эмоционально я пережила это время и действительно ли мне дал этот семестр то, чего я ожидала. И тем ребятам, кто сейчас задумывается, задается вопросом, чего он хочет и действительно нужна ли ему магистратура в принципе. Потому что сейчас очень много информации в интернете о том, что да вообще высшее образование не нужно, да это никому ничего не дает. И отчасти это люди правы в какой-то степени. Но для отдельных направлений это не работает. И я более чем убеждена, что для моего профессионального трека этот выбор верный. И я хочу помочь тебе тоже посмотреть на мою историю, прикинуть ее на себя и принять решение, которое будет оптимальным именно для тебя, исходя из того опыта, который пережил другой человек. В этом видео максимально сжато, коротко, информативно, как мы любим, я расскажу тебе впечатления о семестре и о каждой дисциплине, через которую я прошла, которую я изучила и как я сдавала экзамены. Так как я уже начинала снимать маленькие видео во время сдачи экзаменов, непосредственно после я снимала свои впечатления, будут дополнены вставками, эмоциями, вырезками с других локаций, так что это будет некий мини-влог. После разбора каждого предмета, каждой дисциплины, ты увидишь где-нибудь здесь графики, которые будут описывать, во-первых, степень напряженности дисциплины во время семестра, то есть насколько мне было трудозатратно над ней работать. Второе, это насколько я стрессовала перед экзаменом, то есть как мне было сложно готовиться в степени сложности подготовки. И третье, это оценка, которую я получила за этот экзамен, А, Б, С, Д и так далее, где А и Б именно для менеджмента, это отлично, С и Д это хорошо и так далее, я приложу в шкалу, сможешь ее посмотреть. Это видео, оно более для осознанного понимания и осознанного принятия решения, чего ты хочешь, насколько эта магистратура для тебя, этот семестр для тебя, да, для осознанного подхода. Идем в пути осознанности. Для начала давай с тобой разберем, что же происходило в первом семестре. Первый семестр начался для меня в октябре, в конце сентября. Почему так произошло, не знаю, ВШМ просто начал для магистров немного позже, чем обычно, то есть на бакалавриате экономическом факультете все семестры, именно зимние, да, они начинались с сентября, там уже первого числа, обязательно второго что-то уже стояло. Здесь же нет, и в сентябре я была вообще не в Питере, и когда вернулась, я, по сути, ничего не пропустила, все было удаленно, и всего одна дисциплина уже началась. Активную фазу мы пришли только в ноябре-декабре, когда у нас была полная загрузка, и в декабре это было вообще не смешно, и я сейчас не преувеличиваю. Я очень работоспособная, и для меня вообще не проблема работать много, я это люблю. Для меня проблемно больше отдыхать. Поэтому если я говорю о том, что было напряженно, это значит, что это было экстра напряженно, нежели это среднестатистическая ситуация. Начало было отдаленно, позже, поэтому ты можешь примерно рассчитывать свое время, что начало сентября у тебя будет еще свободным. И мы начали сразу онлайн, и начали мы с зачетных дисциплин. Дисциплин у нас был немецкий, и также у нас была дисциплина менеджериял-скиллз, просто чтобы мы познакомились друг с другом, лучше узнали, и попробовали этот формат учебы на английском. Это было очень полезно, потому что контент весь, он знакомый, лексика знакомая, просто чтобы мозг немножко перестроилась, мне это было полезно. Затем уже начались включения более активных остальных дисциплин, и все дисциплины, по которым были экзамены, они, собственно, и были основными, и их было пять. Это корпоративные финансы, управленческая экономика, организационное поведение и human resource management, это управление человеческими ресурсами, это quantitative methods of business research, это quantitative, ай-яй, ай-яй-яй, это количественные методы в менеджменте, и еще стратегический анализ, который подключился уже совсем-совсем в конце, и это было безумно обидно, потому что если все эти предметы лично для меня, ни в коем случае не претендую на обобщение, лично для меня оценивать пользу от них, которая была получена по итогу, то одним из самых полезных я бы назвала вот этот стратегический анализ. Но так или иначе, пять предметов, по всем предметам экзамены, и автоматов в ЭШМ не существует. То есть ты должен сдавать все экзамены, да, ты можешь покрывать часть оценки за счет работы в семестре, и поэтому здесь будет появляться после каждого обзора какого-то предмета именно степень нагрузки во время семестра. И начались у нас экзамены в декабре, и декабрь был невероятно напряжен, и было очень тяжело. Я приложу тут где-нибудь скрин одного из сообщений с нашего общего чата магистров ВКонтакте, когда ребята решили просто составить перечень всего, чтобы не потерять, и мы перепроверяли друг друга. И это был ужас, потому что логично и обычно, как это было у меня на бакалавриате, что ты, ну, где-то там до 22-25 максимума декабря ты что-то еще сдаешь, там какие-то зачеты и так далее, а потом в январе после праздников у тебя спокойно начинается сессия. Здесь же мы работали вплоть до 27-го или даже 29-го декабря, потому что нужно было доздавать проекты, и мы работали все начало января и весь январь, потому что, опять же, нам наложилось еще и проекты, и еще и сдача экзаменов. Первый экзамен у нас был в декабре, это корпоративные финансы, они были у нас 20, сейчас надо, чтобы не соврать, 29-го декабря. 29-го декабря у нас был первый экзамен, мы все экзамены писали онлайн, в блокборде, без использования проктеринга или какого-либо следящего устройства, единственное, что преподаватели имели право нам звонить по Тимс в любой момент и попросить включить камеру, показать, что это мы пишем. Я все писала сама, находясь абсолютно одна в комнате, без использования каких-либо сторонних ресурсов, единственное, что я использовала, это свои собственные конспекты, но это можно, потому что наши экзамены, которые проводились, они все формата open book, то есть ты имеешь право пользоваться всеми материалами, которые ты сам себе подготовил. Что здесь еще важно отметить? Очень много вопросов и очень мало времени, то есть, например, по Organizational Behaviour Human Resource Management, вот это вот организационное поведение, там расчет на одно задание был 15 минут, а писать надо текстом развернутые ответы или даже меньше, чем 15 минут, потому что я уже путаю немножечко эти экзамены, но суть в том, что тебе надо очень сжато и очень быстро найти информацию в своей голове, и если ты такой супермен, который может ее быстро найти и посерчить, то окей, ты можешь не учить, но по факту это невозможно, поэтому здесь все построено так, чтобы ты действительно знал и подключался к процессу, подходил к этому ответственно. Итак, первый экзамен это корпоративные финансы 29 декабря, практически в канун Нового года, состоял из практики, когда нужно было что-то посчитать, и теории, когда нужно было выбрать из вариантов ответа. Сам курс был потрясающий, правда, я могу себя назвать в экономическом смысле гуманитарием, потому что, во-первых, я училась на программе бакалавриата управления персоналом, и это все о психологии, о том, как работать с людьми, как образовывать команды и так далее, то есть минимализировано вообще все, что касается цифр, расчетов и так далее. Да, у нас был там бюджетирование, бла-бла, но в целом минимум. Тут, когда я только узнала, что у нас будет такая дисциплина в начале семестра, мне было страшно. Я купила себе, не купила, взяла в библиотеке огромную книжку по корпоративным финансам. Первый месяц, когда только начались финансы, не было выходных, потому что все выходные, я сидела письменно, но с печатной версии, с электронной версии, выписывала, спрашивала у преподавателя, только чтобы понять, что происходит. Но по итогу курс был потрясающий, преподаватель прекрасно все структурировала, у нас были семинары, были лекции, мы все время решали практические задания. И вот этот формат, это просто космос. То есть для меня этот семестр открыл очень много аспектов именно преподавания, как качественно преподавать студентам, чтобы знания усваивались. И это был вот именно этот пример. Во время семестра по напряженности я бы сказала, что было достаточно средне и сбалансировано, потому что да, учить нужно было, да, нужно было присутствовать на парах, но тебе было в принципе достаточно присутствия и дополнительного небольшого чтения. То есть тебе все преподносилось достаточно понятно, и если ты ответственно относился, то проблем не возникает. Что касается подготовки к экзамену, за счет этой среднеуровенной накруженности, когда ты все время включен, у нас еще был проект, у нас еще были промежуточные контрольные, к экзамену я подошла достаточно спокойно, мне просто нужно было систематизировать информацию, чуть-чуть ее обновить и добавить дополнительно и в принципе все. То есть в остальном я уже была готова. И соответственно результат экзамена посмотришь в отрывочке, я сейчас не буду их озвучивать. Ой, пожалуйста, ну и не нужно, ну и очень-то мне нужно, подумаешь, и вот вам. Итак, следующий экзамен это управленческая экономика. Для меня это был самый-самый жуткий предмет за весь семестр. Объясню почему. Те, кто были на экономическом факультете или с экономическим бэкграундом в плане бакалавриата, какого-либо, ну в любом смысле, в любом направлении, понимают, что такое макроэкономика, микроэкономика, экономика предприятия. Вот этот предмет, это некий синтез всего этого счастья в той или иной форме. То есть там были в основном, конечно, микроэкономика, экономика предприятия, но макро там такого просто на общее понимание тоже частично присутствовало. Не знаю, кого сделать счастливым издание этой информации. Я не отношусь к этим людям. Мне это давалось тяжело. Опять же, тратило очень много времени чисто на чтение. И здесь была, по-моему, проблема именно в структурировании курса со стороны преподавателя и преподавателей, потому что у нас был отдельный преподаватель по лекции, отдельно по семинарам. Но в любом случае экзамен был написан. А впечатления ты сейчас посмотришь. Сегодня 11 января 2021 года. Я очень хочу записать первые свои впечатления от экзамена. Происшел экзамен по управленческой экономике Менеджерал Экономикс. И это ужас. Это такой кошмар, потому что не хватало времени. Я делала просто на автоматику алгоритму, который выучила. И это мне чем-то напомнило ЭП на экономическом факультете на втором курсе, когда ты просто умираешь от отсутствия времени. И задания-то вроде понятные, но тебе некогда просто даже подумать. Тебе надо только писать. И все. Это, конечно, я давно такого уже не испытывала. Наверное, вот со второго курса бакалавриата. А второе событие это оценки по corporate finance. И тут я невероятно рада, что у меня отлично. И это что-то невероятное, потому что еще полгода назад, когда мы только начинали, я думала, что финансы и я. Вот тут я аудитория в финансы. И как бы мы никогда не трястемся, ну, потому что потому что я и финансы это две параллельные реальности. И когда ты видишь, что твои труды, они напрасны, и все эти часы с учебником, и консультации с преподавателем, и участие в семинарах, они не просто так походят в трубу, а реально дают результат, это нереально приятно. Сегодня уже нет времени отдыхать, нужно готовиться к следующему экзамену, который будет уже в пятницу.